Сегодня поговорим о том, как узнать, что компания вырастет в цене, что является ключевым для построения подобного рода прогнозов, что должен покупать инвестор в инвестиционный портфель на основе таких вводных и как выбирать акции, которые могут увеличиться в цене в 2 раза, в 3 раза, в 4 раза. Смотрите обязательно данное видео до конца, если хотите принимать сами взвешенные решения. Итак, поехали. Я как инвестор должен не угадать, какая акция вырастет, я как инвестор должен рассчитать, какой денежный поток я покупаю. Если есть компания, которая на протяжении 5 лет, то есть это так называемое сглаживание, ну условно может произойти таким образом, что компания продала какой-то актив и в моменте получила выручку. То есть я не за один год беру, а я беру сглаживанный коэффициент за 5 лет. У нее что с прибылью? Выручка растет? Растет. Операционная прибыль растет? Растет. Окей, соглашаюсь с тем, что чистая прибыль может не расти. Но если у тебя растет выручка и операционная прибыль, это говорит о том, что ты расширяешься и ты растешь. То есть у тебя и происходит увеличение. И это увеличение как минимум должно быть на уровень инфляции. То есть если ты на уровне инфляции не можешь выручку увеличить, то тогда я как собственник, как акционер, я рискую. Потому что оптимизировать затраты из выручки потом, наняв хорошего менеджмента, я могу вытащить чистую прибыль. То есть если у тебя выручка не растет, не увеличивается, то ты стагнируешь. И поэтому у тебя выручка должна расти на уровень инфляции. Операционная прибыль растет больше даже, чем выручка. Если у тебя растет операционная прибыль, то это говорит о том, что ты эффективно со своими костами в том числе борешься. Это неплохо. То, что не чистой прибыли, это нормально. Но условно ты расширяешься, у тебя есть инвестиционная программа, ты новое месторождение разрабатываешь, ты оборудование закупаешь, у тебя может быть кредитная нагрузка. Но если у тебя эта кредитная нагрузка идет на расширение производства, ГМК Норильский Никель, да, сказали, так, все, поменялась дивидендная политика, дивидендами что будет неизвестно, компания очень много денег вкладывает в инфраструктуру, дивиденды не платят, все, толпа повалилась с Норникель, он мне нахрен не нужен, никому не нужен Норильский Никель. Я говорю, ребят, вы посмотрите структуру, да, вы посмотрите баланс отчет компании, окей, если она отказалась от выплаты дивидендов, она же эти деньги, прибыль, которую она зарабатывает, чистая прибыль 36%. Компания с каждых 100 рублей выручки, которую она получает, в принципе доход акционера 36 рублей. И люди просто не понимая, не читая, что за бизнес они покупают, у меня тоже есть, я вообще там угорал с одним человеком, бывший коллега и шеф у меня был, он там сейчас свой канал собственный создал, начал сам рассказывать про инвестиции, говорит, А что покупать Норильский Никель? Все растут, но Норникель не растет. Я вам говорю, Олег, компания имеет 36 рублей с каждых 100 рублей выручки. Компанию сейчас распродают и не растет она, потому что с дивидендами непонятно что и очень много прибыли, да, прибыли зарабатывает много, но она направляет на инфраструктуру, на развитие нового производства. Но новое производство приведет к увеличению выручки, а если у тебя увеличивается выручка при такой маржинальности, причем она еще и под санкции не попадает, потому что она является эксклюзивом для мира, как сырьевая компания, ее вряд ли будут прессовать. У нее все равно через 2-3 года вот эти инвестиции в инфраструктуру, в развитие приведут к увеличению производимых ресурсов, которые она будет продавать с рентабельностью 37%. И это все равно отразится в дальнейшем, в будущем на акционерах. И пока ты не покупаешь и советуют всем своим подписчикам, блин, на своем канале, чтобы продавали, я в это время буду на рильский никель покупать, там, по 13, по 14 рублей. А он такой, что ее покупать, да, вот Сбербанк вырос, вот Сбербанк надо было покупать, а это не нужно было покупать. У нас такая прям полемика интересная была, но вот разница трейдерского подхода и инвестиционного подхода. Как только начинает толпа кричать, что говно, я не то, что сразу бегу и это покупаю, я пытаюсь разобраться в причинах, а почему говно, почему это не нужно покупать, или почему это must have, именно это нужно покупать. Как только закричали рубль говно, потому что доллар там по 100-110, посмотри внимательно, то есть если вся толпа разуверилась в национальной валюте, покупая доллар, сделай с точностью до наоборот, в 80% случаев окажешься прав. Нужно понять, в чем причина. То есть если причина в том, что компания отказалась делиться с акционерами прибылью, ну ты понимаешь, почему это происходит, это один момент. Если компания отказалась делиться с прибылью или размывает долю акционерного капитала, некрасиво, нехорошо к миноритарным акционерам поступает, ну скорее всего там какой-то косяк, да. Если это на уровне менеджмента, на уровне управления прям косяки идут, то есть получается компания хорошо зарабатывает, но акционеры от этого ничего не получают. И тут могут быть разные причины. Может менеджмент принять такое решение или контролирующий акционер. Может измениться налоговое законодательство, да, и нужно тогда понимать, а как это ты относишь. Но если это в моменте так, то, наверное, имеет смысл сделать с точностью до наоборот. Основная прибыль генерируется за счет производства ценности. И кто-то скажет, что опять зануда, Максим, но мне очень нравится там концепция, изложенная Марксом, что когда вы производите товар, пошли рыбу наловили. Вытащили рыбу из пруда. Эта рыба одновременно обладает потребительской ценностью и меновой ценностью. Потребительская ценность это то, что вы ее приготовите и съедите, да, то есть это вот то, что вы потребляете. Меновая ценность заключается в том, что вы можете ее не потреблять и вы можете не накормить свою семью. Вы можете прийти, не знаю, к фермеру и поменять эту рыбу на ведро картошки. И поэтому то ведро картошки, которое фермер выкопал, оно тоже для него обладает как потребительской ценностью, так и меновой ценностью. То есть он ее может на что-то поменять. Через что обмениваются это деньги. И поэтому ключевым является, да, для инвестора, для любого бизнеса, это создание товаров, у которых есть потребительская ценность. В том числе меновая, да, то есть какое количество денег я могу получить за произведенный товар. Произведенный товар создает кэшфлоу, создает вот эту вот прибавочную стоимость. И поэтому нужно смотреть не то, что я куплю там биткоин за 30 тысяч и продам его за 60 тысяч. Внутри этого процесса, если заблокируют торги, если не сможете его нигде обменять, если интернета не станет, я не знаю, закроют его полностью, да, то есть операции невозможно будет подтвердить. Окей, вы останетесь с ним на всю оставшуюся жизнь. Он вам в промежутке будет генерировать какую-то прибыль или не будет генерировать. И поэтому даже когда мы к акциям смотрим историю, связанную с тем, что я куплю, хочу акцию купить по 100, а продать за 300, за ценой 300 все равно будут стоять финансовые показатели. Будет цена 300, и тогда у меня возникает вопрос, почему, если цена 300, какую ценность несет этот показатель, да, денежный поток, то есть, значит, она должна в будущем будет сгенерировать денежный поток в три раза больше, чем она стоит сейчас. Я вообще сам, вот, судя по ее финансовым показателям, верю, что так произойдет. Я не знаю, Тесла ту же самую, посмотрите, да, у компании прибыль там на 1% увеличилась, а капитализация выросла на 50. И как только такой отчет пришел, да, компанию сразу на 20% ушатали. Почему? Потому что под сомнение ставится, а в принципе в будущем компания зарабатывать что-то сможет или нет. И поэтому это является ключевым моментом, когда мы смотрим на рост, мы должны смотреть не на рост цены, а мы должны смотреть на рост прибыли, который генерирует компания. Мне, как акционеру. Друзья, я, соответственно, рассказал, каким образом я смотрю на акции, да, каким образом я предполагаю рост компании, рост цены компании. Рост цены компании, как вы поняли, связан с ростом того объема ценности, который компания может производить. И когда я формирую для своих детей капитал в 1 миллион долларов, как раз для меня является ключевым моментом не то, сколько эта акция будет стоить через 1 год или через 2 года. В каждый момент времени, каждый месяц нужно вложить 100 долларов. И у меня возникает вопрос, я сейчас на 100 долларов должен купить акции каждому из своих 5 детей с условием того, что если эти акции я не смогу продать в следующие 10-15 лет, какой объем ценности эти компании принесут, которые я могу направить на реинвестирование. Эти дают долгосрочно выдающийся результат, то есть в среднем получается, что за 2023 год подобного рода подход обеспечил доходность порядка 70% к предыдущему году, в то время как рынок вырос на 40%. Разрыв вот этот в 30% он обеспечивается как раз за счет того, что вот эта прибавочная стоимость, вот эти дивиденды или будущие денежные потоки, которые закладываются в цену компании, рынок все равно приходит к своему среднеизвешенному значению. Вы можете присоединиться к проекту, вы можете узнать о том, что это за проект, каким образом он работает, какие результаты были по итогам 2023 года, проходил большой вебинар с отчетом для клиентов, вы можете это непосредственно посмотреть. Ссылка находится в описании под данным видео, если у вас возникнет желание присоединиться к проекту с целью получения долгосрочно выдающегося результата, минимизации своих временных затрат по принятию инвестиционных решений, идти вместе со мной по пути создания капитала в 1 миллион долларов лично для себя или для своих детей, очень важно с оговоркой на длительном промежутке времени. Я буду рад быть вашим проводником на этом пути. Сегодня же у меня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пога и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok